Часик рада, чихер сладость, дорогие хиканы и хиканессы, сразу сходу ставьте классы, потому что, как вы видите, я с зонтом, или зонтом, не знаю как правильно, бабы Симы, мы сидим под дождем, тусим, так ладно, вы сейчас сидите у себя в теплых домах, и я не знаю, где вы там сидите, а вот наш старый друг, и кто его вспомнит, тоже ставьте классы, дядь Ген, приветствую, как ваше настроение? Добрый день, с этой погодой настроения никакого. Месяц, дождь на Дмакон дойдет, значит, последний раз мы с вами виделись летом 17-го года, да, 4 года назад, как вы поживаете? В жизни ничего не меняется к лучшему, а выживать приходится. Ага, то есть вы все это время и весь этот месяц живете на улице, правильно? Да, и зима, и летом. Зимой, хоть и есть какая-то небольшая крыша, и то уже спасение. Если построишь какую-то хибару, и с полком гоняют, менты гоняют. Короче, не санкционированные постройки, а самим тепло хорошо, а мне хотя бы, лишь бы на голову ничего не капало. А то украина, или я не знаю, что это с этим миром случилось, погода еще вообще искурилась, и хоть зима была более-менее мягкой. А зато вот это, мне такое ощущение, что эти, или укропы, или американцы что-то опять испытывают, что-то в этом, на небесах. Потому что, или это коллайдер, по которому много уже писали, что влияет. Потому что я вчера ночью слышал, как гул стоит, вот жужжит, гужжит и разряды в небе. Так а что жужжит-то? А вот типа как подстанция, не подстанция, как грозовые тучи, вот как будто как специально их стараются собрать. Вот как будто ионосфера, или где они там их собирают. Что потом вот это, как будто на нас все испытывается. То есть это климатическое оружие? Это что-то климатическое оружие, это по-любому. Потому что я уже сколько, я вон 22-й год пошел, но чтоб такая погода, вы простите, такого не было никогда. О, погода, да. Ну, в общем, американцы что-то испытывают, коллайдер. Скорее, может они даже и укропам подарили что-то, ну, Украине. Понял, понял, понял. Хорошо, так напомните, дядь Ген, вы же не спите сколько уже? Я же говорил, я не сплю уже, ну, считай, один раз только у меня получилось два дня поспать. Это я взял водку, размешал с дебедролом, пять таблеток или четыре таблетки, и двое суток, хоть как убитый был. Мы такое не приветствуем. Так, а, собственно... А спать-то хочется, но хоть иногда, думаешь, хоть пять минут, хоть двадцать минут, а оно не получается. Так сколько лет вы не спите в сумме? Ну, десять лет из двадцати, это я точно помню. Ну, если может, когда-то время небольшое, где-то там, ну, какой-то, какой-то, какой-то день такой удачный, что... Или водка помогает, а так ничего не помогает. Ну, получается, не спите в совокупности с какого года? Ой, если в общей сложности, больше, наверное, пятнадцати лет, это точно, это точно. Зимой это для того, чтобы не замерзнуть, потому что боишься. Замерзнуть это все, может что-то отморозить. А летом уже по привычке, как зимой. Не спишь, и все. Привычка. Нормально. Так что, дядь Ген, тут, собственно, люди интересуются ситуацией, которую вы только знаете. Ну... Ну, вы знаете, о чем я вас хочу сказать. Спросить точнее. Ну... Вот эти неизвестные люди, которые, может, они и не люди. Вот, так, ребята, слушатели. Вот вы сами... Вот я, я не какой-нибудь там шизопренник, и у меня все с головой все нормально. Но я видел чипированные. А чипированные, что это значит? А это... Чипированные, это у них и чип стоит. И он человек, можно сказать, компьютер. Так. И он даже биоробота видел, который поломался. А что за биоробот? Вот у нас есть биокарлики рабы системы. А биороботы... Чипированный человек, полностью человек, а вот если что-то случается у него с крышей, он начинает клинить, там, третий головой, потом песни может петь такие арии, если честно сказать. Вы, вы в театре такого не услышите. А где-то этих... И он повторяется, повторяется это его пение. А сам заклинило. Все, уже, как говорится, выносить нужно. Дядь Ген, а где это таких людей вы увидели? Ну, где... Где это такое, сказать я... У нас они есть. Понял. У нас они есть. Ой, ну, расположение не надо, просто, что есть, у нас они есть и есть, да. Есть, есть. Ну, вы с ними контактировали, да? Да. Их у нас сейчас тысяча человек. А почему не две или не пятьсот? Ну, это информация, я из уха их начальника знал. Ага. А так, откуда вы с начальником этих биороботов, биокарликов познакомились? Ну, он не биокарлик, он такой же, как и мы все. А вот именно, что он-то нормально, если что, разговаривать. И зато память у него феноменальная. Он всех, всех своих подчиненных знает. Тысяча человек, пять минут перечислял. И что закончили, кто где учился, и все нормально. А вот остальные, первые варианты, они уже более-менее с сединой, у них такая возможность есть, что они повторяются вот одно и то же. А ты запомнил, ты запомнил. И у них девиз. Мы не люди, но мы как люди. Но мы не инопланетяне. Это их уже в голове запрограммировано. Они как бы сравниваются с нами, но они не люди. Ну, как люди. Хорошо. Их чипирование в чем выражается? То есть, какую функцию запрограммировано? Феноменальная память. И даже у них экстрасенсорные небольшие способности. Ну, способности. Ну, что это значит? Ну, это значит, что он так разговор может настроить, что как бы тебя кодируют тоже. Типа программируют как-то. Ну, у меня есть просто... На уровне подсознания. У меня есть просто знакомые, которые зависимы от алкоголя. Может быть, их тоже закодировать? Ну, если бы... Вот я не знаю. Вот, по-моему, знаете что? Они не пьют. Они вообще, по-моему, не пьют, которые чипированные. Они... Они даже вот ни разу не видел, они даже, чтобы они ели. Вот у них какое-то феноменальное кормление. Ага. Ну, я так и ни разу не видел и не знаю. И забыл спросить. Так хорошо, дядь Ген. А при каких обстоятельствах вы с чипированными познакомились? Ну, это... Не буду. Ну, понятно. Не буду, я пообещал. Насчет этого они распространены. Ну, в общем, секретная информация под грифом секретная. Да. Понял, хорошо. Этот проект с 84-го года. По чипизации. Ага. Так хорошо. А где этот чип у них стоит? Я считаю, что... Ну, не обращал внимания. Но они всегда, если про лечение говорили, что-то, если случается у них со здоровьем, типа, с это... Ну, в щитовидной железе. Где щитовидка? Понял. Понял. Так, а вы говорили, что там голос, что-то... Вот я, допустим, сказал какое-то слово, а они могут что-то там... Ну, то, типа, типа, прибор, вот, типа, плеера, как бы. Ага. Он записывает, и на фоне компьютерной музыки, может, уже компьютер, как бы, твои голоса, как бы, тебе подсознание твое включает, что вот друга запишет, и тебя запишет. И потом подсознание включается на уровне компьютерной музыки, и тебе подсознание это... Он тебе будет говорить, вот ты там, это, там, вот, как будто... Саша, ты убей Гену. Гена, ты там, убей Сашу. Или там что-то другое. Или там засни, там, ну, что-то... Управлять, в общем. Да, управлять подсознанием. Ну, что, порядочно, интересно, конечно. Вот. Так и, собственно, что они тут делают, какие функции выполняют? Или это тоже секретно? Я считаю, что да, они тоже об этом не распространяются, но... Ну, не буду говорить. Все, понял, все, вопрос... Я пообещал, что... Да, все, ну, это же гриф секретности, я же понимаю, конечно. Я не знаю, только в Америке такие эксперименты и есть, но это, это, это уже давно, начиная еще с Союза. С Союза, это было на территории, на территории, короче, Союза. Ну, поговаривают, что-то Билл Гейтс проводит, но это не точно, конечно, это просто... Я об этом слышал, но хотя у него яблоки, там, ну, яблоко это, или как там, это Apple, они, они вполне возможно, они тоже уже давно... Стив Джобс, он более давно, тем более много, много стукачей по электронике, и поэтому убежало за границу, чтобы тоже бабки поиметь. Скорее всего, американцы уже тоже что-то проводят, и вот не только американцы. Ну, у них тоже, в общем, свои эти биокарлики есть, правильно? Ну, я не называю, он такой же, как вот, как я, как ты, как женщины, мужчины, ну, им, когда перед чипированием говорили, чуть ли не бессмертие. Вот они в это верили, и они не знали, что он может и заклинить. Блин, так может мне так как-нибудь чипироваться, потому что что-то я уже как-то не выволакиваю. Может, вы меня как-то сведете с этими... Да ну... Нет? Нет, нет, я пообещал. А, все, понял. Я пообещал. А вот, допустим, к примеру, ну вот, допустим, иду я по будехе, и как мне отличить вот этого чувака, чтобы он на меня эти волны не направил, или как он там... А-а-а, а ты музыку услышишь. Если, я заметил, знаешь, одно, она тебе, вот если перепонки у тебя не... Тампона у тебя не будет, то она у тебя в подсознании уже как бы играет. А какая музыка? Это можно, я тебе говорю, можно любую демонстрацию, короче, настроить так, чтобы у тебя были, короче, вот как говорится, вот как на Украине было, это сотня, вот эта бессмертная. Вот, может, их тоже уже туда зачипировали. Так, может, это не чип, а психотронный генератор? Ну, тут я далек от этого, но я знаю чипы. Понял, понял. И этот чип на свой депозонвол у них влияет. Я еще спрашивал, а как же, если вдруг это ядерный реактор, как он влияет же на чип? Ну, они, говорю, надо было его поместить в какой-то саркофаг, как говорится. Ну, они еще покуда, это не проработка. Так, а музыка какая играет? Может, рэм? Компьютерная, нет, не рэм. Компьютерная, именно такая компьютерная, которая у тебя в мозгах запоминается. И теперь на фоне этого у тебя будут голоса настроить, как бы, настроить в подсознание, что делать. И ты, вот, простой человек, мать не удерживает. Я как-то к этому... Так вы сказали, что на вас не могут влиять эти биороботы? Биороботы нет. Это нет, чипированные. Они влияют на подсознание. Я попросил, чтобы заснуть, чтобы поспать хотя бы. Я уже сколько не сплю. И он пообещал, но что только не включал, что только не пробовал на уровне моего подсознания. Ну, у меня какая-то аллергия, нет, защита какая-то. Резистентность, да. Защитная функция. У меня бабушка была когда-то с ресторанцем. Ну, у меня, наверное, это подсознание, что защита срабатывает, типа того. Ага, ну, порядочно. А это не у каждого человека. Так что... Вы же говорили, что вы не спали с 2000 года. Ну, сначала получалось с переменным успехом, а потом я разучился. Понял, понял, понял. А сколько тоже лет, не могу сказать, до сих пор у меня счастье будет. И буду, я говорю, опять вы найдете бедрола, с водкой разбежать, ну, хоть бы чуть-чуть. Не надо, помрете, помрете. А так у меня, знаешь, почему, это, Батькович, у меня, знаешь, когда не спишь, вот, ну, я могу ходить. Вот, типа, ни луна, как я, ничего. Я вот хожу, вот, целую ночь пройдусь по бокам, у меня просто устают глаза. Вот глаза, глазные яблоки, вот тут устают. И, и тело устает. У меня же позвонок травма. И у меня, получается, что я стоять долго не могу. Мне надо хоть немножко поваляться, типа того, чтобы кости отдохнули, ЦНЦ отдохнула. Да, нормально, нормально. Так, и, собственно, еще есть какая-то информация по поводу вот этих чипированных? Ну, вы говорите, что они не пьют, не едят. Ну, вот тоже едят, я не видел. То, что не пьют, я спрашивал. И что-то еще такое интересное. Вот я говорю, если вы увидите человека, который одно и то же предложение пытается вам повторить, это возможно, что это... Ну, у нас есть один такой, Анатолий Маркин, он очень часто, Толян, он очень часто такое делает. Ну, надо его проверить. А как, может, шрам остается там, где щитовидка? Да, вот, если бы я обратил внимание, я бы сказал, ну, должна быть где-то здесь. Где-то вот здесь чип должен стоять. Понял. Понял. Это и мужчины, и женщины чипированные могут быть, да? И возраст, даже пожилые люди. Нормально, что. Ну, так не отличишь, да, от обычного человека? Нет. Нет, только вот если повторение. Повторение одного и то же предложения, и когда к тебе обращаются, ты помнишь, что я тебе сказал? Ты помнишь, что я тебе сказала? Вот это уже, значит, есть намек. Есть намек. Понял. Так а как против них сопротивляться, вы не в курсе, да? Или невозможно? Я говорю, у них, не у каждого, вот только у старшего. У старшего, это прибор, который влияет на подсознание и на массы. И он как бы наблюдает за всеми остальными. Как смотрящие, вот типа того. Ну так, главное, главное, да. Понял, понял. Ну, неплохо. В общем, больше информации, я так понимаю, нет о чипированных. Правильно? Ну, я не буду говорить даже и где. Все, все, все понял. Вы поймете, когда вот среди человека, который будет, ну вот, ну он не гражданин ДНР, я тебе сразу скажу. Понял, все, понял, 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 понял. Хорошо. Дальше гриф секретности, так сказать. Хорошо. Дядь Ген, ну что ж, от чипированных тогда к делам насущным. Собственно, как эти четыре зимы прошли для вас? А еще хочу сказать, вы знаете, если, вот я не знаю, он чипированный, который, вот это вот с этим прибором, может сделать так, что от простого человека, как мы не люди, но мы как люди, мы не люди, мы люди, но не инопланетяне. Он может сделать так, что от простого человека, как я, ты там, он может зомбировать, как бы, как бы зомбировать. На разные действия, правильно? Да, на подсознании зомбировать тебя. В общем, использовать в своих целях. Да, да. Понял, понял. И ты после этого, он стирает тебя, нет, стирает твое, опять, что ты не будешь помнить, что ты сделал, хотя ты и сделаешь. Ну, память стирает, да? На кинокамеру снимут, а подсознание у тебя будет стерто. Вот что интересно, как это, этот эксперимент, я же говорю, с 84-го года. Порядочно, порядочно. Ну, так вот, как ваши четыре зимы прошли? Я бы сказал, между небом и землей, это небольшая крыша, матрасом укрываешься, укрываешься, холодно было, было, не скрываю. Крысы в этой гадости бегают. Та, хватает. Что, одежда нужна, это все нужно. Добрые люди, если помогают, то помогают. И бывает выбрасывают, а бывает тебя прямо в руки дают. И так же еду, если что. Если что, вон, баки нашел, то надо тебе это, копейку что-то насобирать, хотя бы для батареек, чтобы приемник работал, чтобы фонарик работал. Ты бутылки сдаешь. Ну, иногда, чтобы не замерзнуть, тоже снапс иногда надо будет. Вот, вот такая. Иногда, вот, на церковью стоят. Они попросят, добрый человек даст. Иногда бумажки дают, а иногда мелочи хоть и то. Я, вон, если я около бака, добрый человек, то может мне или жменью дать, или сотню дать, или пятьдесят дать. Ну, мало дают, но бывает. Даже мне недавно дали евро. Это, наверное, может, какие-то засланные. Нет, пять и пятнадцать евро. Ой, было всего пятнадцать, десять и пять евро. А, понял, понял. Две тысячи второго года. Я их разменял, там, батарейки надо было купить, там. Ага, дядь Ген, вопрос такой. А вот, смотрите, целый месяц, с мая, вот, и уже середина июня, две тысячи двадцать первый год, идет дождь. И вы же... Да, очень подозрительно. И потому что я вот эту ночь, подстанции, звук подстанции, и от грозовых разрядов, я долго их собирали. Вот, как бы направленный какой-то луч был. Вот, с космоса, не знаю. А может, какое-то отражение от ионосферы на тучевые облака, где-то, чтобы собрать. Они как-то направляют, чтобы... Понятно, эксперименты проводят. Да. Вот, и о другом. Вы же все это время проводите на улице, правильно? Да. И как вы, я не знаю, туберкулез какой-нибудь балдежный вы себе не приобрели из-за этого времени? Ой, мне хватает суставы, вот, колени суставы. Судорога здесь, да, пальцы с судороги сводят. Это, вот, цирость, цирость, ревматизм, ну, радикулит, как таковой, иногда бывает, пробивает. А так я же, вот, если бы не тачка, я бы уже точно на том свете был бы. А так я за нее держусь и хожу. Дошел до бака, а уходил за собак. Ну, я понял, есть еще люди, которые там помогают вам, правильно? Да. Ну, это главное. Дядь Ген. В общем, сейчас я вот к зрителям хочу обратиться. Дорогие друзья, хотите контент с дядь Геной, то минимум тысячи классов, и все будет. Плюс еще мы вот ожидаем одного замечательного человека, Саню Пирата, да, который живет в таком вот интересном месте. Вот, собственно, ребята, все в ваших руках. Ставьте классы, это бесплатно. И пишите, значит, комментарий больше четырех слов. Саня Пират, он пообещал, пообещал, что он расскажет, как он недавно в больничке побывал. Ну, это интересно. И как к нему люди, врачи обращаются. Да, 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 сейчас, дядь Ген, не спойлерите. Дядь Ген, на прощание скажите нашим зрителям какие-нибудь хорошие слова. Или не очень? Да и... Поколению Z, вот дядь Гена знает про поколение Z. Ну, поколение Z, это не мы. Да. Пару хороших слов, дядь Ген. Вы будущие нашей Земли. Ну, я не знаю. Если кто-то из вас захочет когда-то быть чипированным, это будет интересный вариант. Но почему-то вот эти, кто чипировались, очень-очень были самоуверенные. Но у них компьютер вместо головы. Лей-богу. Ну, если это спасет Землю от разрушения, от всего этого, было бы хорошо. Было бы хорошо. Ставьте классы, дорогие друзья. Продолжение следует. До новых встреч. Так точно.